И всем привет, ребят! С вами Сверхбайк, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас пятница и сегодня у нас обновилась довольно интересная пушка в нашей замечательной игре, которую мы сегодня вместе с вами разберем. Это пушка Жига. Ну и сегодня мы сделаем обзор сразу двух пушек, ту пушку, которую занерфили, а именно Жигу. Ну и Фреза, которая является полной альтернативой с точки зрения продува нашей игры. Рассмотрим в чем же отличие Жиги и Фреза по урону, ну и насколько сильно просела Жига после этого обновления. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал. Ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов для этого в настройках игры. В аккаунтике устанавливайте молитвичный тег, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо корпуса и дрона, то сегодня я выберу лучшую комбинацию для как раз таки увозов, лагов и мечей и контроля вражеского респа с моей точки зрения для продува. Я выберу именно паладина, ну и по дрону возьму ловкача, да, то есть чтобы у нас была возможность и быстрого добора до противника, и чтобы у нас была возможность также иметь полную расходку. Хотя в теории можно также юзать и гипериона, можно, ну в моменте даже юзать и кризис, да, конечно это будет потяжелее в реализации, но все равно это можно делать. Что касаемо устройств, что на фреза, что на жигу мы сегодня сыграем на адреналине, то есть на дефолтных устройствах, на дефолтных, грубо говоря, параметрах нашей пушки, чтобы наглядно видеть уже разницу и то, насколько жига, например, стала слабее, да, и насколько фриз сильнее. Так ли это вообще на самом деле? Потому что многие ребята мне уже до этого даже обновления говорили о том, что сейчас с точки зрения баланса жига уже слабее, чем фриз, а после сегодняшнего релиза и нерфа жиги это должно быть прям 100%. Так ли это на самом деле? Мы все это дело, конечно же, сегодня вместе с вами проверим. Пикуй быстрый бой, посмотрим, что нам предложат матчмейкинг, и в рамках одного боя, как я уже сказал, по полкатки мы сыграем сначала на жиге, потом сыграем на фризе. Посмотрим заодно, сколько будет резистов от одной и от второй пушки у нас, ну и вообще, что нам хорошего предложат матчмейкинг. О, шикарнейшую краскарту предложила. Бобрусь к ТДМ, можно будет контролить вражки респы, что касаемо рейзов от жиги, то от жиги 4 резиста от фриза на сегодняшний момент, на именно момент старта этой катки, всего лишь 1 резист. Так, ну и здесь мы можем просто даже еще сверху поменять дополнительно, дополнительно поменять резисты, но пока что менять не буду, но потом по ходу боя, если что, поменяем. Так, значит нам надо сыграть сколько? 6,5 минут, 6,5 минут сначала на жиге, потом уже перейти на фризах, хотя здесь может быть досрочка в рамках этого боя, но ладно, на этот счет тогда уже ничего мы поделать не сможем. Ну, либо можем просто по киллам смотреть, как только плюс-минус половина будет, сразу под эти киллы уже переодеваться. Так, ну пока по первым моментам, то что я вот наношу урон на жиге, я бы сказал, что особо сильно ничего не чувствуется, да, не чувствуется то, что, например, жига сейчас флобее, чем была до этого, да, по ощущениям, все такой же урон хороший я наношу по противнику, и даже по резисту хороший урончик залетает. При том, что я на ловкаче, мне нету дополнительных параметров нашей пушки. Так, сосулендерочка в меня, нет, не залетает, но равно там какой-то дамаг дозалетел. Ну и пока выглядит, наверное, неплохо. 78% овердрайва под паладинодрайвер. Вообще у нас должно шикарно все залетать. Так, ну и пробуем здесь чуть-чуть подконтролить вот такую зоночку. Пробуем уничтожить здесь оппонента. Пробуем здесь чуть-чуть подконтролить. Так, можем через низ разыграть. Если противничек тут у нас... Ага, противник хочет под меня именно играть. И под кого-то другого именно под меня, да. Так, уничтожают одного. Единственный минус ловкача это то, что я супер долго жить не могу на респе. Потому что при любом раскладе у меня будет кулдаун расходки, это не гиперион. На котором я могу просто контролировать определенные позиции и стоять на одних зонах. Но с другой точки зрения, в принципе и так. Все это дело можно реализовать. Так, есть у меня овердрайв. Пробуем сейчас его реализовать. В принципе уже на респе можно прожимать. Как только контролинг у нас этого вражеского респа пошел. Так, ну и пробуем просто уничтожать оппонентов. Наши тиммейты тут уже и так очень плотно кошмарят вражеский респ. Ну и под овердрайв паладина, под те самые 20 секунд, можно еще дополнительно урончика неплохого понаносить. Но все равно, если честно, в моменте чувствуется, что не так быстро я начал сбривать противника. Не так быстро это все уже происходит. Не так мега эффективно, как это было раньше. Да, то есть если вы убьете противника даже без реза, чувствуется, что это как будто стало все подольше. То есть урон занерфлен, ну не сказать, что прям супер сильно, но занерфлен. Да, это видно. Реально нерф есть этой пушке. Но адреналин на сегодняшний день все равно очень хорошее устройство. С точки зрения наносу урона. Все так же я лично, например, вижу его эффективность. Так, ну и что касаемо боя, то мы, кстати, тоже довольно неплохо ведем. По очкам у меня второе место. На первом месте у нас тоже жига. Только жига с зажигательной смесью. Так, и овердрайв падает сразу. Раздаем этот овердрайв. Не будем здесь тянуть. Никого ни за что. Поэтому сразу раздаемся. Ну и попробуем вот этого викинга. На бревалову сделать ему. Овердрайв он у меня не нажимает. Соответственно, нарез мы его отправляем. Пробуем сберить еще одного оппонента. Так, ну и еще один респ есть. Его мы тоже сливаем. Три танка противника сразу за один тайминг у нас улетает. Сливаем еще и Васпика. 16 на 7. Немножко вышли на более комфортный уже счет. 57 киллов у нашей команды имеется. И у нас прошло уже практически, практически, практически сколько? Практически 5 минут боя у нас уже прошло. Диктатор раздает овердрайв. Но мы его тоже быстро сливаем. Ну и вот 4 резиста от жиги. Но, если честно, особо сильно не встречаются эти резисты команды противника. И, в принципе, наверное, это и очень хорошо. То, что они не встречаются, то, что у нас, в принципе, тут по контролю проблем особо никаких нету. Так, есть у нас здесь гаусс. Попробуем его здесь разобрать. Отлично. Вливаем. Ну и пока все шикарно. Пока все шикарно. Можно уже скоро готовиться к смене пушки. Ну и самое главное сравнение жиги и фреза, это то, что у фреза есть возможность заморозки оппонента и отключения ему ддшки. 93% овердрайва у меня. Контролить и брать еще одну оверку. Наверное, это будет переборчиком. Поэтому, может, просто подождем. Либо тиммейт оставим. Тиммейт пусть тоже возьмет. Чтобы у него тоже этот припас был. Так, и хоппер прожимает овердрайв. 7 минут до конца. Плюс-минус. А, у нас уже 75 киллов. Надо уже переодеваться на фреза. Поэтому сейчас овердрайв прожимать не будем. Сольемся и переоденемся как раз-таки непосредственно уже на фрезякулу. И тогда уже возьмем этот самый замечательный овердрайв. Но здесь в моменте, конечно, если так кошмарить респы, то что жига, что фрез, мне кажется, будет себя одинаково показывать. Но мы берем фреза. Еще и фреза нового, экстишного. Так, ну и теперь можем сразу быстро раздаваться. И смотреть, что у нас в этом плане получится. Так, первого уносим. Второго уносим. По баллону у нас, ну, наверное, плюс-минус то же самое. Только здесь даже, наверное, чуть меньше баллон. Но он восполняется быстрее. Сам баллон восполняется быстрее. Так, ну и четверых я быстро уношу. Четверых я быстро уношу. Криты здесь пожестче по ощущениям. По ощущениям побольше. Плюс еще вы замораживаете оппонента и отключаете ему ддшку. Да, то есть в моменте это прям очень эффективно видно. Работа. И здесь даже в этом бою резов меньше. Да, то есть у нас Жигу занерфили, а резистов от нее... А резистов от нее меньше не стало. Так, ну и в моменте... Ой, сейчас у Лендра... Хорошо. Нет, не хорошо, все равно слили. Но в моменте мне так кажется, как будто вот по первым... По первым двум заходикам, что как-то фриз очень вкусненько идет. Прям очень вкусненько идет после такой Жиги. Прям очень вкусненько. С ддшки прям урон залетает мега хороший. Прям мега хороший. Так, Тесла у нас здесь. Теслу играть не будем. Попадем вниз. Пробуем набрить диктатора. Баллон, конечно, маленький у фриза. Но он быстро восполняется. То есть когда-то у нас такая была Жига. Сейчас у Жиги чуть-чуть баллон другой по ощущениям. Да, то есть тут немножко механики поменялись. Вооружений. Так, ну и у нас 111 киллов. Нам остается не так много для победы. Ну и здесь, да. Здесь, кстати, если честно, я бы мог сыграть на гиперионе. И это было бы эффективней. Но так как я уже начал на ловкаче, то я его менять не буду. Да, потому что это будет тогда нечестно. По сравнению к одной из пушек у нас все-таки должны быть одинаковые условия. Что у фриза, что у Жиги. За исключением только того, что у нас разные как раз-таки эти пушки есть. Так, пробуем сливать еще одного оппонента. Ну вот, в моменте, именно когда я влетаю в противника, фриз прям видно, что он быстрее уносит. Соответственно, у него урона больше. Да, мы можем, кстати, эти параметры тоже рассмотреть в рамках хотя бы просто гаража. Да, то есть тех цифр, которые там написаны. Но по ощущениям... Ой-ой, только не в минус. Но по ощущениям они и так большие тут. Даже как бы и просматривать, и сравнивать нечего. Так, у Гаусса есть здесь аудишечка, которую он, наверное, хочет зарядить. Оп, разводка. А за разводочка-то сработала рабочая. Рабочая разводка есть. Так, ну и 25 киллов. 25 киллов у нас до конца. 35-ку я выжимаю уже из этого боя. Это является очень неплохим показателем. Ну и даже против резиста в моменте я бы сказал, что у фриза нет проблем. Да, то есть... Ну, у Жиги, если честно, тоже нет проблем. Но у фриза, как будто, этих проблем даже еще и меньше. Даже еще и меньше. Так, пробуем здесь слить вот этого замечательного викинга-рикошета. Нанесем еще урончик по грамму. Аптеку ему сбивают. Так, здесь хоппера-шафта. Можно тоже унести. И здесь теслочка, которая меня добивает. 13 киллов до конца. 38 киллов у меня. У вас вулкан летит через полкарты. Ну и вообще, в принципе, сочетание Продува и как раз-таки Паладина, оно является на сегодняшний день максимально-максимально актуальным. Да, с точки зрения именно вашей грамотности и реализации, это работает очень-очень эффективно. Вы раздаете овердрайв Паладина, контролите вражеский респаун, ну и дополнительно делаете большое количество силов и пользы для своей команды. Так, пробуем унести сейчас еще Крусейдера. Будет ли он нажимать овердрайв, не знаю. Нет, нажимать не нажимает. Так, и пробуем забрать еще Викинга. Отлично. 2 килла у нас до конца. 39 киллов. И мы заканчиваем. Или не заканчиваем? Заканчиваем. Этот замечательный бой с Дасурочкой. 6000 кристаллов я получаю. 39 киллов по итогу зарабатываю. Не запомнил я, если честно, количество киллов, которое было у нас набито на Жиге. И которое было у нас набито на Фризе. Но вы, в принципе, в комментариях можете эту цифру написать. Исключительно из моих ощущений Фриз мне зашел больше. И по ощущениям, его актуальность на сегодняшний день уже точно является жестче по параметрам, чем у Жига. У Жиги 1300 урон в секунду. У Фриза написано 1200 урон в секунду. При этом критический урон 375 у Жиги. А у Фриза критический урон в 2 раза больше. 750. Дальность 20. Дальность 20. Скорость поворота одинаковая. Зарядка энергии. Вот как раз таки здесь полторушка. А здесь двушка. То есть, соответственно, скорость перезарядки вашего баллона у Фриза больше. И номинально, хоть и урон в секунду у Жиги больше. И есть еще поджог. И этот поджог входит ли в эти уроны в секунду или нет. Вот в чем вопрос. Но здесь у Фриза есть еще возможность заморозки и отключения ДД. Поэтому в моем понимании на сегодняшний день Фриз будет выглядеть сильнее. Ну а вы пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точки зрения? Сравнивали ли вы с Жигой Фриза? Поиграли ли вы вообще в принципе на новой обновленной Жиге? Что вы думаете по этому поводу? Пишите. Все это дело в комментариях. Делитесь своими новостями. Ну и обязательно поддержите данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дайте подписывайтесь на новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Пока.